На телеканале НСН новости в студии Ксения Кощеева. Здравствуйте в выпуске к этому часу. На юге края на дорогу между Курагиной и Черемшанкой сегодня сошли несколько лавин. Под одной из них едва не попала наша съемочная группа. Честно сказать, очень страшно. Отошла поговорить по телефону с редакцией, чтобы записать. Вот мы, видите, бежала. И меня завалило лавиной. Представители Красноярской епархии, специалисты МЧС и санитарные врачи рассказали, где в крае можно будет окунуться в купели и набрать воду в крещение. Людей в состоянии алкогольного опьянения предупреждаем заранее. Это не флешмоб, это не какое-то развлечение. Дорожники теперь будут подсыпать скользкие участки красноярских улиц новым реагентом. Чем он отличается от обычной смеси песка и соли? Здоровье граждан и на лице нашего города, на чистоте экономить не стоит. Красноярский академический симфонический оркестр впервые за 30 лет выступил в московском зале имени Чайковского. Кто из наших известных земляков, работающих сейчас в столице, пришел на концерт? Несколько лавин сошли сегодня в Курагинском районе на автодорогу до Черемшанки. Движение на опасных участках перекрыли на несколько часов. Там работала спецтехника. С подробностями моя коллега Ольга Максюшина. Она едва сама не пострадала от обрушившейся со склона массы снега. Сошла лавина метров 3 высотой, 4 и метров 20 длиной. Тут предварительно приблизительно кубов 300 объемом. Александр Скробан говорит, просто повезло. Тонны снега обрушились на проезжую часть прямо перед его машиной. В этих местах лавина не редкость. Как только начинает дуть сильный ветер, они сходят с крутых горных склонов. Бывало, в снежном плену отдаленные деревни района находились почти сутки. Ну, я подъехал, она 15 метров еще сходила. Передо мной машину проехала, а мне повезло, я не попал в нее. Я не знаю, но я уже попадаю так третий раз, когда подъезжаю, и передо мной не сходят. Мне везет, видимо. На место схода лавины выехали дорожники. Они говорят, на улице потеплело, снега много, и он стал тяжелым. Огромные сугробы с трудом пробивает даже спецтехника. Ну, ближе к весне уже начинают, а снегу много, нынче рано пошли. А это, ну, среднее, это еще начало только. Когда вот эта вся ложбина сойдет в раз, вот тогда хорошая лавина. Часто бывают обвалы, ну, постоянно при чем, как бы, и ничего сделать нельзя, как бы. Самое узкое место, да. Ну, дорогу расширять, если и то обвалы, как бы, обводить тоже не вариант. То есть он постоянно живет, Курагинский трактор дежурит постоянно здесь. Ну, так понимаю, что сегодня. В течение двух часов движение автомобилей было парализовано. Трактором дорожники пробили сначала снежный коридор, а сейчас погрузчик убирает остатки снега с трассы. К счастью, на месте схода лавины никто не пострадал. Спасатели говорят, в этом году это уже не первый случай. Сотрудники МЧС и дорожники постоянно следят за этим участком. Ну, ориентировочная лавина 350-400 кубов. Ну, для этого места она не самая большая, были сходы больше. Вот третий день уже плотно работаем, сходы сходят, но частичные. Пока не по всей трассе накопилось. Как вот ветра дует, накапливается, снег сходит. Пока наша съемочная группа работала на месте расчистки снега с трассы, буквально в 100 метрах сошла еще одна лавина. Она едва не обрушилась на меня. Честно сказать, очень страшно. Отошла поговорить по телефону с редакцией, чтобы записать. Вот мы, видите, бежала. И меня завалило лавиной. Ужасно не хватало воздуха. И сейчас до сих пор все трясет. Ну, я не знаю, каким образом, но мне удалось просто выкарабкаться оттуда из снега. Буквально за полчаса дорожники расчистили и этот участок дороги. Однако спасатели и сотрудники ГАИ обращаются к жителям юга края. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Сильный ветер местами до 27 метров в секунду. Возможны повторные исходы лавин. Стоит воздержаться от поездок по трассе Курагина-Черемшанка. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Добавлю, сильные метели осложнили ситуацию на трассах не только на юге края, но и во многих других районах и в соседних Акассии. Вот такие фотографии публикуют пользователи в социальных сетях. На некоторых дорогах снежные переметы. И серьезно осложнена видимость. В результате некоторые водители не справляются с управлением и попадают в аварии. Спасатели предупреждают, что непростая обстановка сохранится на трассах и завтра. Если нет острой необходимости, лучше воздержаться от дальних поездок. Далее о том, где в крае можно будет окунуться в купели и набрать воду в крещение. Врачи и спасатели призывают к осторожности. Красноярский симфонический оркестр с триумфом выступил в Москве. Концерт прошел в зале имени Чайковского. Одной из главных площадок в стране для исполнения классической музыки. Последний раз наши музыканты выходили на эту сцену 30 лет назад. Чем еще примечательны это выступление и кто из именитых сибиряков на нем присутствовал, расскажет Сергей Сиславин. Публика начала собираться за час до начала концерта Красноярского симфонического оркестра. Здесь ценители классической музыки со всей Москвы. Зал на полторы тысячи мест едва вмещает всех желающих. Выступать здесь очень почетно и ответственно. Я даже не мог себе представить, что Московская филармония в своем абонементе даст нам сыграть те сливки из произведения Чайковского, которые мы сегодня будем исполнять. Мы, конечно же, ждем встречи с земляками-красноярцами, многие из которых приехали на этот концерт, многие красноярцы, которые живут в Москве. И вот музыка Чайковского в исполнении нашего оркестра звучит под сводами зала, носящего имя этого композитора. Из его произведений состояла вся программа. Ее жемчужиной стало выступление молодого талантливого пианиста Дмитрия Маслеева. Публика слушала его игру, затаив дыхание. В зале немало красноярцев. Послушать наш симфонический оркестр пришли временно исполняющие обязанности губернатора Александр Ус и руководители краевого правительства. Они нашли время в рабочем графике деловой командировки в Москву. Здесь же политики и чиновники федерального уровня, чья судьба и работа тесно связаны с Красноярьем. Сегодня у нас такой замечательный вечер. И фактически мы... Я точно нахожусь дома сегодня. Поэтому эта практика, она очень позитивная и точно то, что всегда нас здесь, живущих в Москве, красноярцев, очень радует. Наличие такого в целом симфонического оркестра академического в столице Красноярского края – это визитная карточка нашей культуры. И поэтому мы с большим удовольствием сегодня здесь слушаем музыку, классическую музыку. Все, я думаю, мы нацелены на то, чтобы в том числе и помогать Красноярскому краю в развитии его, создавать условия для того, чтобы край развивался, люди лучше жили. Даже во время такого вечера земляки-красноярцы не могут сидеть сложа руки. Каждая свободная минута общения посвящена не отдыху, а заботе о родном регионе. Мне очень приятно, что сегодня многие красноярцы, которые работают в Москве, здесь встретились. Мы благодарны Александру Викторовичу за то приглашение, которое получили совсем недавно. Но посещение этого мероприятия – не только очень хорошее времяпровождение для нас. И перед началом, и в антракте, исполняющей обязанности губернатора, озадачил нас по большому спектру вопросов, решение которого предстоит в самое ближайшее время на пользу красноярцев и наших земляков-красноярцев. И все же концерт Красноярского симфонического оркестра – это праздник, и подобные события должны проходить в соответствующей обстановке. Во время антракта можно подробнее ознакомиться с убранством самого зала. Он выполнен в стиле древних греческих и римских амфитеатров. В центре располагается столетний орган. Его доставили и смонтировали здесь в середине 20 века. Концерт продолжался больше двух часов. Под бурные аплодисменты красноярские музыканты несколько раз выходили на бис. А в самом конце – огромные букеты цветов от благодарных слушателей. Сергей Сеславин, Андрей Крупнов. Новости. Сегодня священники, санитарные врачи и сотрудники МЧС рассказали, где в Красноярске во время крещения Господня можно будет совершить традиционное омовение в купеле и какие правила следует при этом соблюдать. Напомню, по всему краю ожидаются сильные морозы. Как окунуться в студенную воду и не навредить здоровью, расскажет Мария Антюшева. Красноярцев предупреждают. Привычных им купелей в Солонцах и на Базаихе в этом году нет. Совершить омовение можно будет в трех местах. Это одно из них – на Дубровинского, 45А. Сейчас здесь монтируют саму купель, а позже привезут и установят теплые павильоны. Наполнять деревянную емкость будут с помощью насоса. Температура Енисея сейчас примерно плюс 6 градусов. Погреться после погружения в холодную воду можно будет в шатрах и павильонах на нижнем ярусе набережной. Они вместят и тех, кто уже прошел обряд, и тех, кто ждет своей очереди. Горячий чай всем раздадут бесплатно. Важная информация для водителей. Парковка на улицу Дубровинского будет запрещена. Поставить машину удастся не ближе, чем за 500 метров. Традиционно за безопасностью будет следить полиция. Людей в состоянии алкогольного опьянения предупреждаем заранее. Это не флешмоб, это не какое-то развлечение. Это, в общем-то, сотрудники будут отрабатывать четко и возможности попасть в купель не будет. Еще два места, где красноярцев ждут во время крещения, это клуб моржевания «Креофил» на острове отдыха рядом с коммунальным мостом и площадка рядом с храмом Рождества Христова на улице Павлова. Во всех трех точках батюшки осветят воду и, что не менее важно, там будут дежурить врачи скорой помощи. Кстати, медики советуют перед омовением сделать разминку в течение 3-5 минут, чтобы поднять пульс и разогреть организм. А воздержаться от купания нужно людям с болезнями легких, глаз, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Для тех, кто в первый раз осуществляет это омовение, не рекомендуется находиться в воде более минуты, потому что для организма это большой стресс. Не обязательно все-таки нырять с головой. Но главное, о чем сегодня напомнили прихожанам представители епархии, погружение в воду – это только часть празднования крещения Господня. Причем не самое важное. В первую очередь в этот день верующие должны прийти в храм, помолиться, исповедаться и причаститься. Хотелось бы сразу предупреждить, что это омовение – это не очищение от грехов. Это, как обычно, вода смывает грязь. Но нисколько не очищает от грехов. Очищение от грехов происходит в Таинстве Исповеди. Посещая эти места, конечно, нужно быть благочестивым. С молитвой, если кто придет, помолившись, перекрестившись, трижды окунуться. Именно, как бы, чтобы подчеркивать, что это человек христианин. Купели будут принимать прихожан, начиная с полуночи и до 10 часов вечера, 19 января. В это же время во всех храмах города планируется раздавать святую воду. Мария Антюшева, Алексей Овсянников, Новости. Добавлю, что сегодня к вечеру стало известно, что купель в Солонцах все же появится. Сотрудники МЧС проверили лед на качи и обнаружили, что из-за морозов он стал достаточно прочным и безопасным. А всего по краю подготовили четыре десятка купелей. Наши коллеги из районов расскажут подробности. В Канске, в черте города, делать Иордани на реке и купаться в Крещенскую ночь официально запрещено. Поэтому жители города и района уже пять лет собираются здесь, в окрестностях села Бражного. Подготовка к Крещенской ночи здесь уже началась. В первую очередь на месте крещенских купаний расчистили дорогу и большую автомобильную стоянку, способную принять более ста автомобилей. Также уже подготовлено место для Иордани и купелей. Их прорубят накануне праздника. Для удобства купель будет оборудована лестницами и деревянным настилом. Тем временем синоптики обещают в Крещенскую ночь до минус 47 градусов. Для тех, кто осмелится всю жизнь купаться в столь сильный мороз, на месте будут дежурить спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи. В городе Назарова Иордань начнут вырубать в канун Крещенской ночи. Место традиционное. Назаровцы окунутся в Чулым под так называемым Ачинским мостом. Примечательно. Уже много лет подряд организацию по проведению крещения берет на себя частное лицо. Дом мужчины располагается рядом с рекой. Он врубает Иордань и ставит большую теплую военную палатку, чтобы люди могли в ней погреться. Администрация города очистит дороги до купели и парковку рядом с ней. На месте будут работать полицейские спасатели. Нести службу сотрудники МЧС будут и рядом с плотиной Назаровской ГРЭС. Вода там не замерзает. Место хоть и не санкционированное, но назаровцы часто там тоже окунаются. Традиционные крещенские купания в Шушенском пройдут вот здесь, на берегу незамерзающего Енисея, в районе бывшего речного вокзала. Вероятно, только самые смелые наши земляки придут сюда, чтобы окунуться в ледяную воду. Уже несколько дней в нашем районе стоит очень ветреная погода, но это вряд ли помешает тем, кто соблюдает традицию крещенских погружений. В данном месте будет организовано освещение и группа спасателей. Мы в этом году работаем на три точки, обеспечиваем безопасность. Дополнительно это Сизая и Ермаковский район на реке Оя. Краевое правительство призывает жителей края подключиться к борьбе с загрязнителями воздуха и с теми, кто выбрасывает мусор, где попало. Подробности далее. Пьяного инструктора по вождению задержали автоинспекторы в Боготоле. Он находился на рабочем месте в машине, которой управлял 17-летний курсант. Остановили ее за нарушение правил использования поворотников и сразу обратили внимание, что инструктор под шофе медосвидетельствование показало 1,21 промилле. Это примерно соответствует выпитой половине бутылки водки. У наставника изъяли водительское удостоверение. Его он, кстати, получил около года назад после лишения права управлять автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Теперь в отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. В автошколе пройдет внеплановая проверка. Скользкие и заснеженные участки красноярских дорог теперь будут посыпать новым экологичным реагентом. Он называется Бионорт. Это разработка российских ученых. Она уже опробована в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи. Реагент имеет множество преимуществ перед обычной песчано-соляной смесью. Ведь песок остается лежать на дороге, превращается в пыль и грязь и засоряет ливневую канализацию. А соль попадает на газоны, после чего на них не растет трава. Бионорт же растворяется полностью, не оставляет следов на улицах, не вредит почве. Он безопасен как для обуви, так и для лап животных. И еще один плюс. В отличие от старых реагентов, которые работали при температуре не ниже минус 15 градусов, новый действует и при морозе минус 30. Сейчас закуплено 500 тонн. И хотя стоит это вещество немало, в конечном итоге использовать его выгоднее, чем привычные смеси. Если песчано-соляная смесь расходуется больше, там на посыпку одного квадратного метра требуется от 100 граммов и больше, то здесь на посыпку одного квадратного метра хватает 60 граммов при горшне. И если мы посыпаем песчано-соляной смесью, у нас машина, загруженная ей, делает три рейса, чтобы обработать определенную площадь, то для обработки этой же площади нового реагента делает один рейс. Не проходить мимо загрязнения воды, земли и воздуха, снять видео с нарушителем. С таким призывом обратились к жителям края в Министерстве рационального природопользования и экологии. А в Сибирском федеральном университете даже открыли специальную школу экологических волонтеров. Анна Московских продолжит тему. По идее, у него должен быть договор на вывоз мусора. Он все свои картонные коробки, весь мусор должен сдавать перевозчику. Он эти коробки валил просто вот сюда, на землю, за мусорные баки. Марина Якубенко рассказывает о конфликте, который произошел у нее с местным предпринимателем. Она сама стала свидетелем того, как тот выбрасывал мусор прямо на землю, недалеко от ее дома. Попытка решить дело миром не увенчалась успехом. Тогда женщина сняла видео и отправила его в профильное министерство. Итог – свалку убрали, предпринимателя оштрафовали. Они все верят, скажем так, в результат позитивный. Говорят, что ну, подумаешь, да, ну вот сняла ты, и что и будет дальше. А вот сейчас этот пример как раз хорош тем, что уже можно рассказывать, что другие предприниматели, наверное, уже задумаются. Каждый должен выполнять закон. Если у тебя есть павильон, заключи договор на вывоз мусора, сдавай эти коробки. То есть мы, как жители многоквартирного дома, мы платим за вывоз мусора. Почему остальные, считаю, экономят и не хотят за мусор платить? Вот видео, которое сняла Марина в Министерстве рационального природопользования и экологии. Говорят, в последнее время таких обращений становится больше, и это не может не радовать. Значит, люди понимают, что им тоже под силу менять мир вокруг себя. Мне нужны эти обращения для того, чтобы наработать любую практику. Мы сейчас нарабатываем практику по воздуху, по мусору. У меня есть хорошее обращение практику о загрязнении водоемов. Мы тоже сейчас начинаем разрабатывать. Недавно инспектор приехал из Каннска буквально в пятницу и приостановил деятельность тоже по обращению граждан в Каннске. Вот такого предпринимателя, который действительно не имея разрешения, осуществлял выбросы в атмосферу этого города. Такие примеры у нас есть по Ачинску, по Минусинску. Ну и, конечно же, основной массив это по городу Красноярск. А в Сибирском федеральном университете даже открыли школу экологического волонтерства. Первый выпуск уже прошел. Слушателям рассказали о юридических тонкостях экологического законодательства и о том, как фиксировать нарушения. В перспективе волонтеры смогут получить статус общественных экологических инспекторов. Это человек, который по федеральному закону об охране окружающей среды имеет право, скажем так, более детально интересоваться состоянием дел на различных объектах. И является он фактически официальным помощником для различных государственных структур, которые занимаются охраной окружающей среды. Если вы стали свидетелем загрязнения воды или почвы, можно снять это на фото или видео и направить по адресу электронной почты, которую сейчас видите на экране. А природа скажет за это спасибо. Ведь найти, к примеру, стихийную свалку совсем не сложно. Люди подчас выбрасывают мусор, где им вздумается, и даже предупреждающие таблички мало кого останавливают. Мы решили тоже попробовать себя в роли экологических волонтеров. Вот это скопление мусора явно не похоже на санкционированное. Мы направим видео в Министерство рационального природопользования и экологии. И надеемся, что в скором будущем этой свалки здесь больше не будет. Анна Московских, Всеволод Никитин. Новости. В Красноярских школах проходит серия уроков, посвященная знаменитому борцу Ивану Ярыгину. Ученики смогут подробнее узнать о своем знаменитом земляке. В преддверии престижного ярыгинского турнира ребятам покажут фильм о жизни двукратного олимпийского чемпиона, проведут викторину с розыгрышем сувениров и билетов на предстоящие соревнования. Такие уроки будут проходить до 24 января в восьми школах города и двух техникумах. В этом году с нами вместе будут проводить уроки спортивные талисманы турнира Ярыгина. Вообще эти уроки у нас проходят традиционно, ежегодно. Наши красноярские дети, конечно, знают, кто такой Иван Сергеевич Ярыгин. Но мы стараемся, чтобы они знали не только его, как он внешне выглядит, но также знали его биографию, знали, что его сподвигло на эту победу. В Красноярской краевой больнице впервые дважды пересадили печень одному и тому же человеку. Все подробности через пару минут. Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. В парке флоры и фауны Роев Ручей скончался лев-алмаз. Грациозный гигант обладал редкой белесой окраской, чем всегда привлекал посетителей. Благородный зверь умер от рака, которым страдал в последние несколько лет. На момент смерти ему было всего 8 лет, хотя обычно в неволе львы живут более 20. В Красноярской алмаз вместе с львицей Агатой приехала из ЮАР в 2011 году. Специалисты Роевого ручья очень надеялись, что у них появится детеныш, и тем более, что животные достигли подходящего возраста. Как говорят работники парка, Агата очень скучает по своему другу. Получится ли у львицы сложить пару с другим самцом, неизвестно. Возможно, будут какие-то новые животные этого вида, которые будут молодые, которые будут уже в паре. Потому что сейчас привезти животное взрослое для этой самки практически не представляется возможным и реальным. Она уже взрослая. И как поведет себя самец, и как поведет она себя самцом, предугадать очень сложно. В столице края прошла прямая линия с руководителями ведущих учреждений здравоохранения региона. На этот раз на вопросы пациентов отвечали главные врачи межрайонной больницы номер 5 и Красноярско-городской поликлиники номер 14. На прямую линию поступили десятки звонков. Практически все вопросы были частными. Красноярцы интересовались, как записаться на прием к тому или иному специалисту, обсуждали выписанные рецепты и назначения, высказывали претензии к обслуживанию в некоторых поликлиниках или наоборот выражали благодарность врачам и медсестрам. Много вопросов касалось вакцинации, в частности от клещевого энцефалита. Прививку от этого заболевания рекомендуют ставить задолго до начала сезона, чтобы иммунитет против вируса успел полностью сформироваться. Возможность привиться от клещевого энцефалита будет. К сожалению, вакцины в настоящее время, видимо, и само государство закупать не будет. Вы можете купить эту вакцину в аптеке, а привить мы вас сможем в поликлинике бесплатно. В Красноярском крае впервые дважды пересадили печень одному и тому же человеку. Обе операции выполнили врачи краевой клинической больницы с перерывом всего лишь в два дня. О деталях уникальной хирургической работы знает Евгения Шелковникова. Ей слово. По данному УЗИ картина стабильная, хорошая положительная динамика, эхогенность печени нормальная. Сейчас 37-летняя жительница Енисейская Ирина чувствует себя заново рожденной. До выписки и остались считанные дни. Специалисты проводят контрольные медицинские тесты и дообследования. А потом начнется новая жизнь без болей, которой мучили женщину последние 10 лет из-за тяжелейшего заболевания печени. У Ирины диагностировали запущенную стадию ольвеококоза печени. Это поражение паразитами, личинками ленточного червя. Раньше эту болезнь называли недугом скорняков, потому что те заражались им, обрабатывая шкурки соболя. Сейчас в Красноярском крае это заболевание выявляется часто. По 60 новых случаев в год. У Ирины ситуация была критическая. Паразит к тому времени полностью уничтожил печень. Были поражены сосуды. Красноярские врачи решились на трансплантацию. Пришлось потратить времени больше, чем обычно. Операция шла порядка 13 часов. Но закончилась успешно. Печень функционировала. Но на вторые сутки, к сожалению, мы нашли осложнение. Хирургическое тромбоз, частичный тромбоз сосудов, что потребовало проведения второй операции, на которой мы удалили тромбы из сосудов, питающих печень. Казалось бы, самое сложное позади. Однако выяснилось, что печень так и не заработала в полную силу. Была угроза жизни. Требовалась экстренная повторная трансплантация. Такого в Красноярске не делали никогда. К тому же были малы шансы найти новый орган так скоро. Буквально через два дня коллеги из Новосибирской области нашли такого донора. Мы с ними созвонились, обсудили все детали транспортировки этого органа. И печень была доставлена из Новосибирска в Красноярск. И пациентке была выполнена ретрансплантация печени, что позволило ей сохранить жизнь. И сейчас она чувствует себя удовлетворительно. Сейчас Ирина говорит, что никогда не сможет выразить всю благодарность хирургам, которые на свой страх и риск взялись за её спасение. Теперь она, наконец, сможет реализовать планы, которые копились долгих 10 лет болезни. Устроиться на работу и съездить с племянницей на море. Освоение красноярскими врачами таких сложных технологий проведения операций это очередной прорыв в региональной медицине. Раньше пациентов со сложными патологиями печени отправляли на лечение в столичные клиники. Теперь краевые специалисты проводят такие операции самостоятельно и практически всегда успешно. Евгения Шелковникова, Алексей Гусев, Новости. В 21.30 смотрите фильм «Красный жемчуг любви» с Оксаной Фандерой и Евгением Цыгановым в главных ролях на нашем канале. А прямо сейчас вас ждёт прогноз погоды на завтра и третья серия проекта «Цуриков. Штрихи к портрету». Ну а это все сообщения выпуска. Свои новости сообщайте по телефону 236-01-36. Комментарии отправляйте и пишите на сайт www.nse.tv. Успехов в делах и до встречи.